Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Я рад вас приветствовать в Директ Академии. Сейчас я включил камеру и сегодняшняя наша тема «Электронное издание. Как преподавателю стать автором в издательстве Директ Медиа». Да, еще раз здравствуйте. А также здравствуйте все те, кто смотрит нас в записи. Ну что ж, тема для нас достаточно типовая. Мы такие вебинары проводим примерно раз в полгода. Я хотел бы отметить, что авторство для нас, для компании Директ Медиа является очень важным моментом его деятельности. В том смысле, что авторы, особенно авторы из вузов, для нас являются такой достаточно интересной категорией наших пользователей. И мы с ними хотели бы иметь некие особые отношения. Ну, пару слов сначала о нас. Компания Директ Медиа, если кто-то не знает, это еще и издательство. Наверное, все вы знаете компанию Директ Медиа по нашему флагманскому продукту, который называется «Университетская библиотека онлайн». Также у нас есть ряд других проектов, проектов онлайновых, вполне себе разноплановых. Ну вот Директ Академия тоже один из таких проектов компании Директ Медиа. Но вообще-то изначально компания Директ Медиа – это издательство. И в этой сущности мы продолжаем существовать и издавать и выпускать книги. Я хотел бы отметить, что мы выпускаем и издаем книги как бумажные, так и электронные. И, собственно, в современном понимании между электронной книгой и бумажной книгой нет никакого, ну, как бы это сказать, никакой пропасти не лежит. Они достаточно легко из одного вида в другой переходят. Поэтому издательство Директ Медиа, с одной стороны, можно назвать электронным издательством, с другой – традиционным издательством, которое выпускает бумажную литературу. Существуем мы с 2002 года. За это время тысячи книг вышли у нас. Кроме книг в свое время, когда это было актуально, мы выпускали большое количество дисков. Мы распространяли интересный контент, в том числе учебный контент. Учебный контент по искусству и всякий другой контент на дисках. Среди наших авторов ученые, преподаватели, ведущие специалисты, эксперты. В основном мы заняты изданием книг из такого жанра, который называется non-fiction. И в настоящий момент в прайсе издательства значится более полутора тысяч учебников и монографий, научно-популярная литература, классическая литература, различные мультимедийные издания, художественные альбомы и так далее. Ну, заодно хотел бы сказать, что такой наш проект, как... А, нет, немножко попозже об этом скажу. Наше издательство активно сотрудничает с разными, как бы это сказать, структурами, не структурами, с разными единицами издательскими. Да, можно так сказать. Мы можем организовать сотрудничество с университетом в целом, в целом с факультетом, с кафедрой или с отдельным автором. Ну, для нас прежде всего интересно, кому принадлежат права, которые могут быть реализованы в нашем электронном издательстве. Мы активно сотрудничаем как с вузовскими издательствами, так и с отдельными авторами. Для нас это, в общем, два разных вида сотрудничества, и они совсем друг друга не отменяют. Мы предлагаем авторам полный комплекс профессиональных услуг по изданию электронных и печатных книг. Ну, и наши книги, разумеется, мы же и используем во всех наших электронных библиотеках, которые мы, собственно, и предлагаем нашим клиентам. Спасибо. Да, ArtPortal – это очень интересный наш проект. Я в нем тоже принимаю участие, и мне он тоже очень нравится. Так вот, да, я все-таки скажу, раз про ArtPortal пошла речь, то, что, конечно, наши издательские ресурсы, они взаимно дополняют друг друга и служат основой для разных проектов. Вот, в частности, наши издательские проекты на бумаге, которые мы когда-то реализовывали с издательством «Комсомольская правда», это были популярные книги достаточно по искусству. Мы в настоящий момент потихонечку переводим, не просто переводим в электронный вид, а в мультимедийный электронный вид в нашем ArtPortal и в той ее части, которая называется «Артотека». Нет, я вам сейчас не озвучу стоимость услуг, но я вам скажу, где можно это точно узнать. Потому что я не уполномочен говорить о деньгах в рамках нашего вебинара. Вот, ну вот, некоторые наши авторы, достаточно известные, которые у нас печатаются. Я хотел бы отметить, что если вас интересует, что происходит в нашем издательстве, какие книги печатаются, вот ближайший повод это узнать. Это вебинар, который пройдет 25 июня. Вести будет ответственный редактор издательства нашего Анна Иванова. Она периодически проводит такие вебинары. И вот июньский вебинар, посвященный нашим новинкам, пройдет 25 июня. Можете на него записаться. Да, спасибо большое, Елена Николаевна. Ну, несколько слов по поводу электронной книги. Потому что электронная книга, вообще говоря, многолика. Вот, что это такое, какие существуют форматы и так далее. Ну, если говорить совсем по-простому, то электронная книга это... Ну вот, я бы здесь не применил слово текст, как написала моя коллега. Да, я хотел бы отметить, что вот эта презентация, которую я сейчас использую, она сознательно сделана такой достаточно многословной, с тем, чтобы ее можно было бы использовать как документ. Скачав ее, вы потом вполне себе можете восстановить ход вебинара. Обычно я так не делаю, но мы делали эту презентацию совместно с коллегами из нашего издательства. И вот мы решили, что так будет лучше для наших авторов. Почему электронная книга пользуется таким успехом? Ну, я хотел бы отметить, что давайте вот чуть-чуть поговорим о такой фундаментальном отличии электронной книги от обычной книги, как и, собственно, любого электронного документа. Электронный документ или электронная книга, вообще говоря, имеет нулевую стоимость копирования. Мы сейчас не будем говорить об авторских правах, я имею в виду только технический вариант. И, собственно, это не имеет отношения к формату, к интерактивности, к мультимедийности, ко всяким прочим таким вещам. Скопировать электронное издание проще простого. То есть стоимость носителей в настоящий момент, ну, в общем, копеечная, если иметь в виду размер электронной книги. И это практически ничего не стоит. Стоимость бумажной книги прежде всего определяется тем, что, ну, может быть, не прежде всего, но определяется в любом случае. Не может быть нулевой, потому что есть стоимость бумаги, есть стоимость печати одного экземпляра, ну, и так далее, и так далее. Вот в этом принципиальное различие. Электронная книга может быть распространена на столько человек, сколько надо. Вот сколько хочет ее читать, столько и надо. И не надо заранее загадывать тираж, который нужен для того, чтобы с вашей книгой ознакомились. Это, конечно, не единственная характеристика электронной книги, но одна из определяющих ее популярность, ее распространение в интернете. Да, я хотел бы отметить, что, конечно, электронная книга существовала, начала свое существование еще до эпохи интернета. Но эпоха интернета сделала ее поистине универсальным способом донесения мысли, донесения информации до ваших читателей. Ну, вот здесь несколько преимуществ электронной книги. Здесь не указано то, о чем я говорил, нулевая стоимость копии. Вы можете мгновенно доносить мысли и идеи до ваших читателей, ну, или почти мгновенно. Я хотел бы тут к мгновенности добавить еще и отсутствие географического фактора. Да хоть в Австралии или в Новой Зеландии ваш читатель находится, он найдет вашу книгу так же просто, как и человек из вашего города, или даже тот, который сидит за соседним компьютером. На издание электронной книги, вот это существенно, для автора на издание электронной книги уходит меньше времени. Электронная книга издается в среднем за месяц, а вот на бумажную книгу обычно требуется около полугода. Нет затрат на доставку, нет затрат на тиражирование, но это вот как раз про нулевую стоимость копии. Можно продавать бесконечное количество копий, ничего при этом не тратя. Широкий охват аудитории, ну да, это вот как раз про географический фактор. Ну и немаловажная в наше время еще добавка, то что это экологично, не расходуется древесина. Байтики стоят не столько, сколько, конечно, они тоже, условно говоря, какую-то часть электроэнергии расходуют. И это тоже не нулевое влияние на экологическую среду. Ну, гораздо, конечно, меньше, чем если сделать тираж ваших книг на бумаге и распространять на бумаге. Вот, это только такое вот, на вскидку, самое важное. Там, если глубоко копать, можно преимущественно еще много накопать, о которых стоит сказать. Вот, форматы. В каких форматах электронная книга распространяется? Мы в основном распространяем форматы PDF, потому что мы имеем дело с литературой учебной, литературой научной и литературой нонфикшен. В этих жанрах, как правило, имеет большое значение не только сам текст, но и элементы сложной верстки, так называемые. Формулы, таблички, какие-то иные элементы. Вот, и передать их очень в других форматах, передать их правильно. Ну, не то чтобы не удается, тоже можно, например, в формате EPUB, если брать сложный вариант этого формата, тоже можно. Ну, это отдельный разговор. Кроме того, формат PDF, его можно сделать идентичным с книжным форматом. То есть, практически распечатанный PDF формат электронной книги – это ваша книга в бумажном виде. Ну, конечно, если вы будете печатать его на своем принтере, вы не получите электронные книги вот в том виде, в котором мы привыкли ее видеть. Но изображение самого листа будет точно таким же. Вот, для чисто текстовых вариантов, ну, скажем, для учебных и популярных книг, популярных, я имею в виду, научно-популярных книг, в которых содержится в основном один текст и картинки, вполне употребимы другие форматы, такие как EPUB, Mobi, FB2, очень популярные в России, которые легко воспринимаются читалками, да и теми же смартфонами при установленных на них приложениях. Их можно читать откуда угодно и где угодно. Ну, вообще говоря, PDF тоже прекрасно воспринимается теми же телефонами, да, но его там не так удобно читать, потому что приходится, как правило, как-то раздвигать. Текст увеличивать его, это не так удобно. Конечно, на мобильных устройствах вот эти три формата перечисленные, они гораздо удобнее, чем PDF. Ну, и исторический формат DejaVue. Исторический он не в том смысле, что сам он сделан давно. Это формат так называемой категории JPEG 2000. Это, ну, скажем так, несостоявшийся стандарт, который шел на замену формата JPEG. Там ряд всяких сложностей. Но он выжил, выжил в отдельной области для сканированных изданий. То есть вот для сканированных изданий в основном это старые издания, старые орфографии, вот без текстового слоя. Вот для этого вида изданий это оптимальный формат, потому что он очень хорошо сжимает при хорошем качестве воспроизведения копии. Вот. Ну, такой формат тоже легко читается. Для него есть масса интересных читалок хороших. Так что этот формат мы тоже поддерживаем для определенного круга электронных книг. Еще раз повторюсь, в основном это исторические книги. То есть книги неправные, на которые уже права истекли. Как правило, это дореволюционные книги. Теперь несколько слов о процессе издания книги. Процесс издания книги включает в себя, ну вот наши коллеги из издательства. Любовно написали, что это настоящее творчество. Им виднее. На самом деле это действительно не только технология, но и творчество. Я вполне себе уверен, что редакционная работа – это творческая работа, хотя включает в себя множество технических моментов. У нас есть два способа взаимодействия с автором. Полный процесс и то, что у нас называется оптимальный процесс. Полный процесс – это практически большой полноценный комплекс издательской работы, как во всех издательствах, и осуществляется за счет автора или гранта, который автор получил. Оптимальный процесс – это он стоит гораздо меньше и включает в себя авторскую редакцию. И в этом случае он стоит значительно меньше. Что значит авторская редакция? Наши редактора, конечно, все равно имеют отношение к этому тексту, но это уже не сплошная, не полная редактура, а, скажем так, мы этот текст проглядываем, удаляем из него. То, что совершенно недопустимо. И, конечно, орфографические ошибки мы тоже удаляем оттуда. Но это не полная редакторская все-таки работа. В данном случае на книжке пишется, что она издана в авторской редакции. То есть над стилем в этом случае, над стилем изложения мы практически не работаем. Вот эти два адреса, которые надо запомнить тем, кто хочет узнать что-то по поводу своего авторства в нашем издательстве. Ну, я бы вам рекомендовал сразу вот сюда звонить. Это Юлия Барабанщикова, наш редактор, который занимается связью с авторами из вузов. Это наш общий имейл, который получает наш офис-менеджер, который в случае чего в любом случае перешлет ваше письмо тем людям, которые компетентны на него ответить. Ну, а напрямую можно связаться вот с Юлией. Также можно, если ваш вуз подписан на нашу систему, университетская библиотека онлайн, можно загрузить через личный кабинет в университетской библиотеке онлайн. Ну, лучше сначала в любом случае связаться с нашими редакторами, поговорить с ними, узнать, насколько вам и нам это интересно. И дальше уже работать более взвешенно и с понятием о том, когда и как это все будет осуществляться. Рукопись можно передать в стандартном формате, в ордовом, либо текстовом, или РТФ. Иллюстрации можно приложить в формате стандартов графики. Ну, я бы рекомендовал форматы JPEG и PNG. Вот. Если у вас научные издания, то необходимо, например, монография, то необходимо предоставление научных рецензий. Дальше немножко по технологии. Корректура и редактура. Корректура – это устранение прямых ошибок, описок в тексте, орфографических ошибок, пунктурационных ошибок, ошибок в верстке на втором этапе уже работы, когда готова верстка. А редактура – это качество текста, которое проверяется литературным редактором и научным редактором, и обоснованность научных положений. Ну, скажем так, научный редактор – это, как правило, внешний человек, который иногда привлекается, когда это необходимо. Вот, конечно, мы заинтересованы в том, не чтобы распространять лженауку, да, а чтобы научность тех изданий, которые будут у нас под нами, под нашей маркой выпущены, чтобы она была вполне определяемой, да. Вот, поэтому научная редактура тоже иногда нужна. Кроме того, корректор оформляет текст, расставляет гиперссылки, если они нужны, сноски по требованиям ГОСТа. Вот, при оптимальном режиме ответственность за корректуру и редактуру ложится на автора. Если при полном режиме, то ложится полностью на наше издательство. Ну, то, что ответственность за корректуру и редактуру ложится на автора, это не означает, что мы можем пропустить текст, который после таковой корректуры и редактуры не является печатным. То есть, ну, его нельзя напечатать, потому что там большое количество ошибок или стиль такой, который, ну, недопустим в издании. То есть, мы этот текст в любом случае прочитываем. Это не то, чтобы вот вы прислали текст и вот как есть, сразу его вот до запятой мы воспроизвели. Даже в оптимальном режиме. Вот любимый мой слайд по поводу цветного исполнения. Многие просто из авторов сразу не представляют, те, которые далеки от электронного издания. Хотя, конечно, все на своем... у нас сейчас нет черно-белых мониторов, да, как это было 25 или 30 лет назад. Все мониторы у нас цветные, поэтому совершенно нет никаких препятствий к тому, чтобы все наши иллюстрации, если они исходно, конечно, цветные, а не гравюры, например, да, черно-белые по своей сути, чтобы все наши иллюстрации были цветными. Не так в издании бумажном, когда количество цветов строго определяет стоимость издания. Попробуйте пойти в свое вузовское издательство и сказать, что я хочу выпустить методические рекомендации, и там у меня должно быть 300 цветных иллюстраций. Вы посмотрите, какую цену там вам выставят за это или посчитают. Что касается электронной книги, это, кстати, можно было бы добавить сразу в то перечисление достоинств электронной книги. Во-первых, в электронной книге может быть любое количество иллюстраций, а во-вторых, их цветность абсолютно не имеет значения. И вот тут я хотел бы просто привести пример. Я электронной издательской деятельностью занимаюсь уже достаточно давно, лет 25, наверное. Где-то в самом начале нулевых годов, году так в 2000 или в 2001, мы издавали электронный учебник одного известного профессора, который очень скептически относился к электронным изданиям. Вот. И, ну, тем не менее, он к нам пришел, начал разговаривать с нами и в том числе спросил, а сколько вы можете... Да, эта книга должна была содержать, электронная книга должна была содержать по истории литературы и искусства, по-моему, была. Там без иллюстраций никак нельзя было обойтись. И тут он у нас спрашивает, ну, а сколько вы можете разместить иллюстрации? Можете разместить, ну, скажем, 100 иллюстраций? Я говорю, да, можем. Ну, а 150? Я говорю, да, нет проблем абсолютно. Вот. И у него так загорелись глаза сразу, когда он понял, что он, наконец, может реализовать в своем электронном издании те свои амбиции, которые ему постоянно мешала технология обычной печати на бумаге реализовать. В конце концов, мы включили в это электронное издание то ли 300, то ли 250 изданий, иллюстраций, и это его, в общем, сразу подвигло на нашу сторону. С тех пор он был большим сторонником электронных изданий. Сейчас до рекламы мы дойдем. Александр Александрович, я вас категорически приветствую на нашем вебинаре. Вот. Дойдем. Дойдет сейчас до этого ход. Ну и, да, я вот тут есть краткая фраза внизу о том, что в ряде случаев иллюстрации нужно легализовать. Легализовать в том смысле, если у этого, у этой иллюстрации часто, разумеется, мы используем не собственно, не собственноручно подготовленные иллюстрации, а иллюстрации, подобранные откуда-то. И в данном случае надо представлять, откуда эти иллюстрации появились, есть ли у них живой автор и не стеклили, кому принадлежат права на эти иллюстрации. И это, если они категорически необходимы, эти иллюстрации, эти права можно приобрести. Ну, у нас тут есть, правда, для учебной литературы, отчасти для научной литературы, есть некая отмазка в виде, я сейчас не помню, статьи гражданского кодекса, в которой разрешено бесплатно, но, разумеется, с указанием авторства, использовать иллюстрации для иллюстрирования образовательных и информационных целей. Такие статьи есть и в большинстве других стран, поэтому в некотором смысле для нас это проще. Ну, тут, в общем-то, достаточно скользкий момент, если в какой-то момент можно будет доказать, что вы преследуете не образовательные цели, а чисто коммерческие. Вообще говоря, образовательные цели и коммерческие, они не противоречат друг другу. Образовательная цель вполне может быть и коммерческой целью, сопровождаться коммерческой целью. Но если вдруг докажут, что эта книга распространяется чисто с коммерческими целями, то тогда, конечно, можно иметь юридические риски. Поэтому в ряде случаев иллюстрации нужно легализовывать. Да, в четвертой части, а, вот вы написали, да, 12.74, статья, спасибо за подсказку. Так что подбор иллюстраций, разумеется, в современном мире является серьезным подспорьем для того, чтобы как-то свое облагородить, свое электронное издание. И, разумеется, прежде всего это на воле автора находится, ну, ряд иллюстраций, в частности, обложка и так далее, это забота издательства. А вот те иллюстрации, которые располагаются в тексте, конечно, должен либо самостоятельно создать, либо подобрать автор. А, ну и тут некоторый ликбез, как это делается. Конечно, у нас есть замечательный и простой продукт, это поиск картинок в Гугле или в Яндексе. Я предпочитаю в Гугле искать. Вот, тут важно, ну, ладно, не буду об этом говорить, это я на своих курсах обычно говорю, то, что очень важно подобрать правильное слово, правильное слово, которое вызовет правильные графические метафоры для вашего электронного издания, потому что ваши иллюстрации, это не всегда прямые иллюстрации, да, которые просто поясняют то, что у вас происходит. Часто это иллюстрации, которые являются графической метафорой. Ну и тут два момента, которые интересны нам, да, это то, что, чтобы найти хорошие, в хорошем разрешении иллюстрации, разумеется, для электронного издания, которое выходит как электронная книга со всеми индексами и так далее, нужны хорошие иллюстрации. Ну, я рекомендую поступить так, в настройках пойти в расширенный поиск, дальше выставить здесь некоторые ограничения, например, размер картинок более 2 мегапикселей, ну и горизонтальный или вертикальный прямоугольник. Вам еще важно знать, как эта иллюстрация разместится на вашей странице. Для страницы, наверное, скорее всего, будет важен вертикальный прямоугольник, но это зависит от конкретной иллюстрации, разумеется. Вот такие настройки здесь можно сделать, и тогда у вас отсеется большая часть ненужных вам иллюстраций, вы сможете искать только там, где надо. Ну и еще один момент. Если вы озабочены юридической стороной, то можете использовать исключительно иллюстрации, которые находятся либо в общественном достоянии, либо размещены под открытой лицензией, лицензией Creative Commons. Такие лицензии также в нашем гражданском кодексе в четвертой части разрешены с недавней поры, где-то лет шесть они уже разрешены. Кстати, к тому, чтобы эти пункты были введены в гражданский кодекс, много поработали коллеги из российской Википедии, а то у нас не было юридической обоснованности для использования данной лицензии, данного вида лицензии. Под открытой лицензией распространяются те иллюстрации, которые авторы сами отдали в открытое использование. Я хотел бы отметить, что добрая воля автора сама по себе, если он просто выложил это в открытый доступ и словами написал, что «берите люди, пользуйтесь», не является юридическим основанием для того, чтобы ее взять и таки использовать. Потому что все равно возникает авторское право в этот момент, в момент публикации. А если автор корректно оформил свои иллюстрации как иллюстрации с открытой лицензией, то тогда их можно использовать. И единственным необходимым моментом является указание его авторства. То есть открытая лицензия – это не значит, что их можно просто взять и использовать. Их можно взять и использовать бесплатно, но автора все равно надо указывать. Ну, вернемся к нашим электронным книгам. Верстка. Ну, верстка, разумеется, это то, что делает издательство в любом случае. Это наша прерогатива. Оригинал макет содержит, собственно, сам текст книги. Или я лучше, больше люблю фразу «контент книги», потому что это может быть, конечно, не только текст. И некоторые дополнительные информации, которые располагаются, как правило, на первых и последних листах книги. Я говорю о листах книги, потому что в формате PDF нам все равно, этот лист виртуальный или он реально существующий. Если вы потом эту книгу напечатаете, этот лист станет реальным. Оригинал макет согласуется с автором. После внесения поправок, как правило, проходит там две итерации верстки, уже оригинал макет приобретает окончательный вид, и его можно использовать. Для того, чтобы издать книгу, нам надо ей присвоить индекс ISBN, подготовить библиографическое описание, проставить квалификационный индекс, СУДК, ББК, знак защиты авторского права, а также выходные данные издательства и типографии. Про ISBN не буду много говорить. Это просто ID книги, если кто-то знаком с информационными технологиями. Это уникальный код, по которому больше абсолютно точно никакая другая книга не будет найдена. То есть есть взаимно однозначное соответствие между кодом ISBN и вашей книгой. Мы, как легальное издательство, приобретаем эти коды ISBN и присваиваем их потом тем книгам, которые у нас выходят в электронном виде, в бумажном виде. Все равно, код ISBN есть. Ну, про ISBN, чему могут коды новые ISBN присваиваться? Каждому электронному изданию, на разных электронных носителям, разным версиям, ну, это если речь идет о программных продукторах, актуализированным версиям, отдельно изданной сопроводительной документации, а также для многотомных изданий всей серии в целом, а также каждому тому в отдельности. Ну, вот про индексы UDK и BBK я опущу. Ну, это такая достаточно специфическая информация. Ну, вот они тоже присваиваются в соответствии с законами издательской деятельности. Авторский знак. Ну, вот это тоже необходимая вещь, которая в каждой книжке есть. Она, как правило, соответствует первой букве фамилии автора или заглавия книги и некоторые цифры, которые вычисляются определенным образом. Знак копирайта. Ну, как правило, все наши книги выходят под копирайтом. Хотя, наверное, можно при необходимости, если вы откажетесь от своих прав, можно использовать лицензию Creative Commons. Ну, как правило, авторы не отказываются от своих прав. Вот. И знак копирайта вместе с именем автора и годом издания присутствует на каждой нашей книге. На последней странице также дополнительная информация представляется об авторах, исполнителях, выходные характеристики типографские, если это в бумажном виде, информация об издательстве и типографии. Мы используем различные ГОСТы. В настоящий момент ГОСТы по электронным изданиям обновляются. И недавно вышел ГОСТ вот такой вот, 2018 года, библиографическая запись. Говорят, что готовится ГОСТ и, собственно, по электронным изданиям на замену вот этому ГОСТу. Но пока непонятно, будет он или нет. Мы применяем... Наши электронные издания, которые располагаются в нашей ЭБС, они в соответствии с этими ГОСТами имеют библиографические описания, которые им сопутствуют. То есть, если бы были в нашей ЭБС, вы можете увидеть, что эти библиографические описания в самом удобном месте, даже не читая книгу, можно скопировать и поместить в свой список литературы. Как я уже говорил, базовый формат электронной книги PDF. Текст также может конвертироваться в другие форматы, но научная и учебная книга продолжает использоваться в электронном виде в формате PDF ввиду сложной верстки, которая там может использоваться. Популярные книги, а также те книги, которые можно назвать чисто текстами, вполне могут конвертироваться в формат EPUB и FB2, который легко потом читается на всех... электронных книжках. Обложка. Обложка играет роль не только в книжном магазине или не только для бумажного издания, которое мы вертим в руках и решаем, купить его или не купить. Примерно такое же значение обложка имеет и в электронном виде. Дело в том, что в любой электронной библиотеке вы должны что-то себе выбрать из сотен, из десятков и сотен тысяч книг. И эти книги вам попадаются либо в рубрикаторе, либо после поиска. Их в любом случае много. И это в некотором смысле эквивалентно вашему блужданию вашего глаза, когда вы в книжном магазине смотрите на ряды книг и выбираете, что вам интересно. Поэтому обложка очень важна и в электронном виде тоже. Подбором обложек занимается... и изготовлением обложек занимается в основном... Не в основном, а занимается... Это лежит на нашем издательстве. И мы стараемся для любой книги подобрать адекватную обложку, чтобы на нее лег глаз, и именно она была бы выбрана. Анотация. Вот аннотация – это такой совместный творческий труд автора и издательства. Дело в том, что аннотацию в принципе не может сам редактор написать. Ну, может, конечно, но это будет, скорее всего, плохая аннотация. С другой стороны, автор может тоже не написать хорошую аннотацию, потому что он не обладает навыками создания именно аннотаций, как жанра текста. Поэтому это всегда такая улица с двухсторонним движением. С одной стороны, пишет аннотацию на свою книгу сначала автор, а потом редактор ее существенно каким-то образом правит. И вот в результате такого совместного труда рождается аннотация на книгу, которая размещается где-то либо на первом, либо на последнем листе в зависимости от вертки. Вот к вопросу о том, где продвигается электронная книга. Электронная книга, прежде всего, наша электронная книга размещается в наших же ресурсах, в университетской библиотеке онлайн, на бизнес-портале, в школьной библиотеке, в интернет-магазине. Но это разные наши ресурсы. В зависимости от того, какой интерес она представляет для этих ресурсов, в университетской библиотеке онлайн точно, а вот в остальных, в зависимости от того, подходит она для этих ресурсов или нет. Сейчас к этим ресурсам добавился еще издательский ресурс арт-портала, в котором стала доступна арт-библиотека. Но, опять же, это для книг, которые имеют отношение к искусству. Также дополнительно осуществляется дистрибуция через наших партнеров. Размещение этих книг, разумеется, для наших авторов осуществляется бесплатно, но, собственно, для того, чтобы разместить на наших ресурсах, мы это все и делаем. Ну, и каждый автор может самостоятельно контролировать статистику посещений и покупок своих книг в личном кабинете в соответствующей электронной библиотеке. Вот для этого ему, как автору, заводится специальный аккаунт с правами автора. А, ну, об этом я немножко еще говорил, немножко уже сказал, еще повторюсь, что у нас аннотация книги, библиографическое описание ее и список литературы в книге, он воспроизводится не в самой электронной, не только в самой электронной книге, но и при поиске книги, вообще на на странице книги я это называю страница предпросмотра, то есть, когда вы находите книгу в, ну, например, в поисковой выдаче, вы еще не решили, будете ее читать или нет. И, собственно, переход к чтению это с точки зрения интерфейса такой ответственный шаг. На этот этап переходит гораздо меньше и меньшее количество людей, чем те, которые просматривают страницу предпросмотра. Так вот, еще на странице предпросмотра у нас есть аннотация, у нас есть список литературы, есть библиографическое описание, то есть, то, что можно использовать для того, чтобы принять решение о том, нужно вам читать ее или нет, хотите вы на нее сослаться, на эту книгу или нет. и уже отсюда можно это копипейстом скачать и использовать со ссылкой, разумеется, в своем собственном научном труде или, если это студент, то в учебном труде, в реферате, эссе и так далее. Как я уже говорил, в среднем на издание электронной книги требуется один месяц, но сроки, конечно, зависят от объема, от сложности и в общем-то определяется почти сразу после того, как становится понятно, что за текст вы прислали в издательство, этот срок сразу может быть оговорен. Как я уже говорил, наше издательство занимается продвижением книг в своих собственных ресурсах. Кроме просто собственного размещения, есть и некоторые технические моменты. Сюда входят оптимизация метаданных книги, профессиональное написание аннотации, написание и размещение пресс-релизов на сайте. Да, я бы сюда еще добавил то, что новинки на некоторое время попадают на главную страницу электронных наших электронных ресурсов и в некоторое время светятся там в качестве новинок. Также, кроме первой страницы, если ваша книга совпадает с научными интересами какой-то категории наших читателей, то в ЭБС, например, есть страница «Ваши научные интересы» и в ней эта страница такая, в ней автор наш читатель сам отмечает свои научные интересы посредством некоторых тегов, либо включает автоматический алгоритм, который позволяет узнать, какие собственные интересы у данного автора, просто по тем книгам, которые он читает еще. Так вот, на этой странице тоже размещаются новинки, если они совпадают с научными интересами. Мы рассылаем прайсы издательства в крупнейшие вузы, в библиотеки страны, ну и так далее, и так далее. Ну, хотелось бы отметить, что очень желательно, чтобы автор сам занимался продвижением своей книги хотя бы в кругу своего вуза среди своих студентов на конференциях и так далее. То есть, чтобы он тоже выступал как заинтересован на и лицо в данном случае. Так, про авторский кабинет, статистику обращений к своим книгам я в этом году ни разу не смогла увидеть. Раньше можно было посмотреть и вузы и даже фамилии активных пользователей. Так, вы знаете, я это передам, этот, этот ваш, эту вашу реплику нашим админам и сейчас прямо не могу вам ответить на этот вопрос или на эту реплику, но обязательно передам, спрошу в чем дело и почему это происходит. Что-то изменилось в настройках? Хорошо, посмотрю, может быть действительно как-то либо наши админы напутали, либо вы что-то перенастроили так, что это невозможно. Надо конкретно решать этот вопрос. Спасибо, я это обязательно спрошу после вебинара. Так, ну вот про продвижение. При необходимости автору выдается вот такой сертификат, сертификат официального подтверждения факта публикации авторского материала. Это уже конкретная бумага, которую можно распечатать с подписями, с печатями. По поводу индекса цитирования РИНС, после официального издания книги, я имею в виду в любом виде, в электронном или бумажном, в течение примерно месяца мы передаем информацию в РИНС, и РИНС обычно через 1-3 месяца включает ее в свой оборот. Так что электронная книга в данном случае ничем не отличается от бумажной книги, вот по этому поводу беспокоиться не стоит. Книга учебная и научная книга по определению, не, учебная это может, а вот научная книга редко может быть многотиражной, и поэтому для наших применений часто применяется технология print-on-demand, печать по требованию, малотиражная технология, которая позволяет от одного экземпляра напечатать. Это легко делается, мы осуществляем эту форму печати, в частности автор может захотеть иметь десяток или какое-то количество экземпляров в бумажном виде, для того, чтобы дарить каким-то важным людям, ну, или вообще иметь у себя на полке. Ну, а в отдельных случаях имеет смысл и этот тираж и предлагать к продаже, и часть наших книг мы, и продаем таким образом. вот те стандарты, которые мы используем при издании наших электронных книг, как я уже говорил, вот последний ГОСТ, на который мы в последний год переходили и практически уже перешли. Если вы подробнее хотите узнать об этом ГОСТе, последнем, который мы используем, вот был вебинар 1 июня, кстати, очень популярный вебинар был, много очень народа было, наша постоянная ведущая и моя соведущая в Директ-Академии Татьяна Телегина провела вот такой вот вебинар, вот здесь можно посмотреть его запись, вот, и узнать подробнее о ГОСТе 2018. Что мы хотим видеть в электронном издании прежде всего? Монографии, учебники, если это новые издания, учебники, учебные пособия, ну вот, что касается учебной литературы, нас в основном интересуют крупные формы, то есть учебники, учебные пособия, в меньшей степени учебно-методические пособия и так далее. Это могут быть не только новые издания, но и переиздания книг, которые выходили в бумажном виде, также сборники статей трудов, опубликованных в научных журналах, сборники конференций, сборники конференций, тематические сборники и так далее. В любом случае, конкретно после того, как вы свяжетесь с нашим редактором, вы сможете решить этот вопрос по поводу того, интересно это вам и нам или нет. Ну вот, собственно, и все. Вот я уложился ровно в час. Как я уже сказал, вот вам контакт для, самый главный контакт для того, чтобы выяснить все ли по поводу вашего потенциального сотрудничества с нами, звоните Юлии, она вам все расскажет, как и что. Редактор, наш редактор вузовской литературы, Юлия Барабанщикова, все вам объяснит. Спасибо вам за внимание, спасибо за вопросы, по поводу реплик, я обещаю передать вот прямо сейчас, пока еще не ушел из вебинара. А, да, у меня же, конечно, есть еще одна функция, я должен выдать сертификаты тем, кто хотел бы их получить, и это займет буквально одну минуту. Так, вы пока готовьте ваши вопросы, если они у вас еще остались, я пока перемещусь в в том место, где я выдаю сертификаты. Я от вас пока не ушел, нахожусь в вебинаре. Так, и перехожу сюда. выдаю сертификаты, отправляю вам это на почту. Ну, и мне осталось только разместить нашу стандартную фразу, о том, что, где вы можете приобрести сертификат. Вот я еще ее... Спасибо, я благодарю всех, благодарю за благодатность. Я тоже, конечно, без авторов не может существовать никакой издательский процесс, поэтому приходите к нам. Надеюсь, что мы сможем... Александр Завич, я думаю, что проще всего будет просто послать свой запрос на либо на этот адрес, либо позвонить вот сюда, связаться с Юлей. И не обязательно, конечно, сразу рукопись присылать. Можно просто сообщить о намерениях и выяснить более подробно. Каким образом издательство гарантирует сохранение авторского права? При направлении автором труда для ознакомления он несет определен... Да, разумеется, да, что и часть труда может быть... Ну, так же, как остальные издательства, собственно. Да, конечно, да, конечно. Я думаю, что гораздо больше рисков несет вообще любой человек, который опубликовал... Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите. Если еще изданию не присвоен ASBN, то есть вероятность, что кто-то этот труд опубликует под своей фамилией, да. Но в процессе работы с издательством вы общаетесь буквально там со считанными людьми. один, два, три, три человека. Вот. Так что это не очень большой риск. На мой взгляд, больший риск со стороны пиратов, которые потом могут использовать уже изданный труд в своих интересах. Но все электронные библиотечные системы, в отличие от открытых библиотек, не дают скачать издание. Нормальным видом использования является онлайн-чтение. Вот. Поэтому при желании, конечно, любой человек скачает и использует это в своих интересах. Да, я понимаю, что вы знаете, в настоящее время это абсолютно безразлично, электронный вид или нет, потому что просто использовать Fine Reader или любой другой инструмент для скачивания и перевода бумажного текста в обычный текст, это лишний час работы. Ну, есть такой риск, да, но я хотел бы отметить, что мы издательство, которое несем такую ответственность. Разумеется, у любого автора, который посылает текст в издательство, существуют такие риски. Вот. И от этих рисков никуда деться нельзя. Ну, есть еще риски, что это попадет к каким-то как бы их назвать. Они, в общем-то, немножко придуманы, да, ну, а вдруг еще попадет кому-то постороннему, например, там, ну, вирус, может быть, который грабит информацию из издательства или из почты, там. Такие, конечно, всегда существуют варианты. Да. Ну, мне почему-то кажется, что это риски, я не хочу преуменьшить заслуг автора, но мне кажется, что такие риски существуют для считанного количества книг, таких суперзвездных, на которых эти воры могут получить реальный куш. Да, мы работаем в той области, в которой, ну, за исключением, наверное, школьных учебников, да, которые все жестко контролируются одним-единственным издательством, да, ну, или там группой, группой издательств, практически такой куш, он, ну, его можно получить, но он не настолько существенный, чтобы заниматься воровством. воровством. Ну, возможно, не знаю. Тут, наверное, скорее речь идет о научной литературе, да, где, возможно, не столько воровство текстов, сколько воровство идей, да, вот, авторское право-то, оно тексты, а не идеи защищает. Да, это понятно, да, есть, ну, с другой стороны, вы знаете, все мы стоим на на плечах гигантов, да, и в данном случае, вот, ну, я к этому отношусь, я, я, напрямую научные статьи не печатаю, изредка только, да, но мне кажется, что мы настолько сами все стоим на плечах гигантов, что вот просто, вот, взять чужую мысль и присвоить ее себе, ну, это, ну, не знаю, в общем, это такой достаточно скользкий момент. Ну, что ж, коллеги, давайте будем прощаться, а, вот вижу еще во вкладке вопросы что-то есть, есть ли ограничения по минимальному объему страниц, ну, вот это к Юлии скорее, да, нас, в общем, интересует больше, это Ирина Николаевна спрашивает, нас больше интересуют относительно крупные формы, ну, наверное, ну, наверное, вот то, что может считаться учебником или хотя бы учебным пособием, вот, это нас интересует, прежде всего, более мелкие издания, ну, связывайтесь, как говорится, посмотрим. все, всего доброго, Александр Александрович, мне тоже было приятно встретиться, приятно, что ходят люди, которые к нам часто ходят, всем доброго здравия, впереди нас ждет, ждут выходные, хорошо отдохнуть, до свидания, до новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok